здравствуйте друзья вопрос зачитываем я из киева мне 31 год немножко поздновато закончил университет три месяца назад да по своему возрасту получил бакалавра в области разработки и тестирования программного обеспечения смотри какие сейчас бакалавры пошли и тестирования до этого был еще колледж также по компьютерной специальности с уклонами на электронику это видимо технику до средняя специально я работал после колледжа два года в качестве сервис инженера в северном сервисном центре по ремонту всевозможные электроники компьютеры ноутбуки тиви и так далее так и рукастый парень должен быть так далее работал в сфере продаж компьютерной техники и сборки тоже хорошо последние шесть лет работаю системным администратором в крупной компании такой немножко неожиданный переход но хорошо мои стремления к иммиграции тянутся уже около восьми лет за это время успел получить два отказа от канады для себя вижу на данный момент самый реальный шанс это интерн шип и стажировка когда так как не прошло еще года с окончания университета а когда проходит год так даже еще лучше тогда можно уже ехать не на 12 месяцев на 18 хотелось бы услышать ваш точку зрения и совет на следующий вопрос что мне дает максимальные шансы в поисках работодателя интерн шип по своей дипломной специальности программирование тестирования по которому я совершенно не имел практики и владею только базовыми знаниями либо выбрать страни по network инженер слэш системный администратор по которому я также прохожу имея достаточный опыт работы в этой области я абсолютно уверен своей страсти к электронике и системному администрированию чего пока не могу сказать о программировании выбрал специальности только потому что университет не смог бы дать мне больше того что я знаю хуже по администрированию я знал как сложить код из найденных кусков кода в интернете и в результате получить рабочий продукт чем молодец но создать самому все с нуля я не могу на данный момент в планах у нас было что приедет моя жена от к ней жена есть мои и будет учиться вашей школе пока я буду на интерншипе буду признателен за любой совет чтобы вы сделали на моем месте апеллируя исходными данными давайте попробуем покомбинировать что у нас там получается итак мы смотрим на эту ситуацию с позиции не вообще приехать на стажировку а все-таки у него иммиграционные намерения поэтому мы смотрим на то какая стажировка ему поможет надежнее что ли получить h1b и надо сказать что и программистам неплохо и системным администратором неплохо то есть как бы с точки зрения самой профессии мы не видим чтобы как-то одна была хуже другой но наверное может быть там программистом я не знаю может быть немножко лучше но существенно лучше заниматься тем чем ты занимаешься давно много у тебя хороший опыт поэтому если человек 6 лет занимался системным администрированием раз она ему нравится 2 ну чего же там да мало того он все-таки может немножко программировать он может там какой-то код стаскивать кусочки там она у него будет все вместе работать этот для админа и исключительно хороший навык и как бы многие админы там могут сесть кусочек какого-то кода написать сами и так далее то есть у него на самом деле очень хороший расклад в котором я бы на первое место поставил системное администрирование теперь мы дальше смотрим вообще идея с интернет шипом чем хорошая она менее депрессивная чем вот эти все скажем h1b дела на сегодня да потому что h1b ну в его ситуации когда у него нет такого крутого там я знаю там всех с метем там опыта получается что это весь сезонный характер то есть вот это должен делать там день в январе феврале там реалистично значит это в общем то не так легко делать из-за рубежа ну что еще там затруднено тем что это квота и лотерея и может быть даже тебя захотели взять то есть добился но в итоге не прошел через квоту ты должен быть такого уровня что ли квалификации чтобы люди захотели сегодня допустим там в январе феврале марте тобой заниматься чтобы ты в октябре в ноябре приехал и у них начал работать то есть это очень такое отсрочено это опять снижает вероятность того что с тобой захотят говорить если только у тебя не какая-то супер-дюпер там квалификации я не знаю что что оно стоит того есть люди с такой квалификации вообще вы не вопрос еще один еще одно направление кроме интерншипа я бы сказал что он мог бы устроиться на работу в иностранную компанию все-таки они есть скажем американскую компанию поработал бы там годик-другой и с внутренним переводом там по визе эль можно так тоже это это тоже позволяет выйти из тех ограничений которые квота накладывает на визе и чванбит то есть когда квота вот такая тесненькая как сейчас это совсем плохо я помню время когда там на пять лет увеличили это было за пару лет до обвала интернет бума и квота была не 65 вот это было 200 тысяч она была увеличена временно и вот это временное таскать увеличение закончилась в самый разгар кризиса вызванного обвалом интернет бума и там никто особо не заметил потому что даже после того как стало не 200 основа вернулась на 65 тысяч этих 65 хватало там выше крыши и никто не жаловался то есть лет десять вот было совершенно спокойно из-за того что сначала увеличили квоту а потом она упала но никому больше и не нужно было то есть будет 10 находились в таком состоянии экономически когда все было нормально сейчас обострение вот пишут что не хватает полмиллиона айти специалистов стране то же самое писали в 2000 году тоже говорили что не хватает полмиллиона а там все университеты страны производят там типа 50 тысяч год там такого плана значит до тех пор пока мы не получили на руки увеличение квоты на h1b и как бы уже два года об этом речь идет но поскольку реформа подвисла вот эти два года назад вот в это время боже и принять должны были но не приняли и поэтому не знаю ждем значит до выборов вряд ли что-то произойдет скажем в течение ближайшего года после выборов я вас уверяю что кроме этого у него там на повестке дня у нового президента кто бы он не был будет много других дел поэтому посмотрим поэтому в тех обстоятельствах которые сегодня есть то скажем на ближайшие пару лет лучшие стратегии чем искать интерншип у него нет причем никаких ограничений вот там прозвучало в вопросе что поскольку он меньше года меньше как год закончил там обучение это это не 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 точное понимание правил игры значит правил игры такие что если вам до 35 лет причем 35 лет не прописано на бумаге 35 лет это сложившаяся практика то есть те организации которые вас запускают в этот процесс вот эти спонсоры значит они каким-то образом может быть там негласно у них с госдепом или там кто-то этим занимается вот у них какая-то не прописанная нигде значит есть такая палисе что 35 хотя я знаю что вот есть как был разговор что какие-то там организации делают до 37 лет и поэтому если ты определенного возраста когда как бы имеет смысл быть стажером и у тебя есть высшее образование по какой-то там профессии но и опыт уже соответственно если если это не вчера закончился университет то ты можешь приехать на практику если компания тебя захочет взять значит люди которые закончили учебный университет в течение первого года после окончания могут приехать на 12 месяцев а люди которые больше года как закончили могут приехать на 18 месяцев то есть им 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 даже еще лучше в этом смысле поэтому я бы сказал что если человек собрался стажировкой заниматься то неплохо было бы ему разобраться в том как механика это работает в частности например у нас на канале есть сколько-то видео на эту тему и мы там об этом говорили и в общем может быть начать надо с этого у нас есть как работу искать там для джей ван или там h1b мы довольно подробно все это разбирали тоже все все это у нас есть на канале я думаю что тут есть достаточно полный набор как бы информация на первое время может быть потом какие-то более частные вещи по пойдут на поверхность но в общем то вперед да то есть ты можешь планомерно не снижая таскать накала борьбы искать 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 и искать это не мешает тебе искать h1b тоже по мере того как значит мы подойдем к новому году пожалуйста ему можно речь манги тоже искать параллельно можно обращаясь на h1 сказать кстати я могу в течение там полутора-двух месяцев выйти на поле по другой визе так тоже можно искать вы можете например подготовиться очень хорошо и эту компанию активизировать там многократно сразу после того как пройдет лотерея и люди поймут что они не могут нанять того кого хотели нанять а это тысячи десятки тысяч позиций которые не пройдут в лотерею и в этот момент вы можете подсуетись искать а вот я я могу пожалуйста меня даже не надо ждать до 1 октября там ноября вот же я живут я могу начать вот-вот поэтому можете стать экспертом по нахождению интерн шипов напишите книжку там блог видео снимите вот так что я считаю что это в таком в моральном что ли измерение намного легче чем вот как то так вот чувствовать что тебя не от тебя зависит эти вот там там от облом здесь облом и ты ничего сделать не может это такой какой-то общий облом руки опускаются безнадёга пожалуйста здесь все от тебя зависит компании миллион конечно это надо делать не через рекрутеров просто рекрутер на этом не зарабатывает ему это не как бы сказать не холодно не жарко вот а если вы будете в компании обращаться напрямую значит следующий вопрос как обращаться напрямую до миллион способов есть как обращаться напрямую вы можете находить компании на крекс листе вы можете где они дают свои объявления вы можете компании находить там на монстре там много объявлений от компании вы можете на linkedin а там неограниченное количество людей то есть нет нет такого лимита который бы исчерпался на linkedin который бы вы реально могли бы там перебрать вот живые люди пожалуйста вы можете им писать вы можете им посылать резюме вы можете задать вопрос и так далее по всей стране эти и вы не вы никак не ограничены территориально даже желанием жены там допустим учиться в портнов компьютер school что конечно замечательно кстати что интересно виза джейван вот это вот тройни интерн интерн тройни позволяет обратиться супруги за разрешением на работу и я вот знаю из тех кто у нас был вот ребята я знаю вот все кто обращались все получили как ни странно вот я поначалу поскольку не имел опыта с этим я думал кто же удастся дают пожалуйста два человека могут работать вот поэтому такая жизнь значит что еще сказать я поддерживаю очень идеи и я поддерживаю как бы в целом пускать вектор который тому парня в голове и хочу выразить уверенность то что у него все получится если он как бы адекватно там свои действия организует синхронизирует так все все будет путем есть в принципе конторы которые помогают с интерн шипами вот я не знаю помните вы или нет у меня был молодой парнишка он закончил мифи и там поработал пару лет приехал сюда вот как раз вот по визи джей и он в лос-анджелесе был и я его на даче у нас снимал в санта-крусс он такой симпатичный кудрявый такой парень вот и вот он приехал по этой визи джей вместе со своей дашей и они уже так я не знаю что мы что же грин карту получили так что то есть потихонечку пришли в это состояние тоже то есть связи джей там до грин карты и достаточно быстро это произошло поэтому его кто-то поместил туда друзья когда его расспрашивал как он попал он сказал что было какое-то агентство которое просто могут вот есть там интерн шип где-то в лос-анджелесе там носи что-то он там писал ему там скучно было вот такое тоже есть я я не очень разбираюсь в том что кто-то помогает там найти этот интерн шип вот но я хочу скачу такая помощь тоже есть я заморка даст слишком дорого стоит и может быть она не с одни серьезные в том смысле что там у них одну позицию тысячи желающих наверное может быть я не скажу но я знаю что это тоже есть я знаю я видел людей которые приезжали с этим поэтому такое у меня начать соображение в ответ на этот вопрос а то что человек закончил университет там в тридцать один год он как ты как бы изменяется быть вот я там поздно закончил но если вы шесть лет до этого работали админом нормально то есть не все люди могут себе позволить как бы там сразу после школы и учиться и так далее бывает и в армии послужил бывает там и поработал и ну всяко бывает но очень здорово то и я я считаю что в этом есть некоторые прогноз положительный как бы из этого исходит что все-таки он работая завершил получение высшего образования это нужно настырность некоторые имейте нужно мотивацию иметь и и в общем это тоже не каждый в состоянии на самом деле уже работаю уже жена там нельзя если дети но но во всяком случае много других приоритетов жизни и все-таки он пошел и закончил это свое образование молодец вот вот настырность настырность последовательность как бы настрой правильные и все должно получаться я я так твоя америка страна в которой хорошо живут не обязательно там звезды какие-то а хорошо живут добросовестные и как бы добросовестные и нацеленные на результат люди вот и все если ты имеешь цель и ты к ней так последовательно идешь без подвига без героизма просто вот делаешь что положено делать как сложно найти в сегодняшнем мире людей которые в состоянии делать просто то что положено делать понимаете это это немыслимо это когда видишь человека который в состоянии просто делать то что положено хочется его обнять поцеловать и я не знаю пойти с ним кофейку попить потому что это редкое качество я как вот человек который каждый день видят людей которые реализуют какие-то очень серьезные цели жизненно важные цели и я вот вижу что они там скажем вместо того чтобы делать домашнюю работу они ее не делать массового так целый класс не делают вместо чтобы заниматься они не занимаются он может сидеть на уроки там делать то что ему более интересно там вот не знаю кому что кто там в интернете что посмотрит кто-то на салфоне там какие-то месседжи гоняет понимаете поэтому люди которые в состоянии сидеть на уроке например и участвовать даже если вы может быть скучновато я не знаю и тогда эти люди пробивают абсолютно любые стены а те кто не в состоянии это уже начинается вопрос или да или нет или его повезет или не повезет или там как пойдет что сложится и так далее поэтому таким бульдогом вцепился и так пережевывай потихоньку и всем и все будет на месте счастлива и всех благ